большинство людей на мой взгляд возмущает именно клановость политической верхушки то что власть находится в одних руках но к сожалению большинство людей еще не готовы преодолеть страх они все время ждут чудо что кто-то выйдет один они все хором за ним побегут такого не бывает каждый из вас должен быть активный каждый из вас должен проявить нетерпимость действующим власти и каждый из вас должен быть готов объединиться выходить не ждать что вот сосед выйдет смотреть за мощную скважину сосуд сосед вышел когда я тоже выйду или сверху с балкона посмотреть появилось 20 тысяч человек я пойду тоже в числе этих 20 тысяч человек нужно просто выйти выйти договориться с другом соседом с родственникам выйти выходить и выходить и выходить и тогда ситуация изменится просто сейчас такая ситуация 4-го может подождем может изменится вдруг назарбаев умрет но я много раз говорил смерть назарбаева ничего не даст вместо назарбаев придет его дочь или придет глава кнб карим асимов то есть власти придет политическая вертушка и ничего не изменится почему низвинить потому что народ молчит назарбаев миллиардами ворует народ молчит придет дорога назарбаево народ молчит а почему она не должна воровать она из член его 7 или почему не должен карим асимов воровать он тоже член клана но султан назарбаева который помогает его преступных действий поэтому ни у кого не должно быть иллюзии кто бы не пришел к власти именно из окружения султана назарбаева именно из действующей власти ничего в стране не изменится и ваше молчание ваше ожидание тоже никогда не изменит ситуацию в стране поэтому только активность людей только полное нежелание терпеть того что происходит в стране может изменить ситуацию в стране и в вашу жизнь